Римлянам 1.16 Римлянам 1.16 Римлянам 1.16 Римлянам 1.16 Римлянам 1.16 годы, меня особенно часто просят прокомментировать то, что происходит в нашей стране. Я почти не говорю об этом в воскресенье, потому что считаю, что смысл собраний в подкреплении истинной Божией, а не в обсуждении новостей. Но в контексте того, что мы сейчас переживаем, очень важно помнить о силе Евангелия. У нас нет другой надежды. В Америке проживает около 240 миллионов человек, и мы считаем, что более 170 миллионов — это христиане. 170 миллионов американцев называют себя христианами. А Библия говорит, что нас узнают по плодам. Если нас 170 миллионов, то смею предположить, что наши плоды уменьшаются, и тут не на кого пинять. Все дело в состоянии наших сердец. Мы — нация иммигрантов. Большинство из нас приехали из других стран мира. Лишь крошечная часть нас жила здесь до начала иммиграции. Мы — страна иммигрантов. Это значит, что все зло в Америке началось не здесь, а мы привезли его из разных стран. И это правда. Самые темные страницы в нашей истории — это рабство, ужасное отношение к женщинам, детский труд. И эти идеи не были только американскими. Мы привезли их с собой и выразили на этой земле через наши жизни. Почему это так важно? США — это уникальный эксперимент в истории цивилизации, уникальный эксперимент в самоуправлении. А в центре этого понятия была идея о том, что мы будем христианами, не просто чисто христианской страной, а что нами будут управлять и учить наших детей в соответствии с библейскими принципами. Таким было намерение наших основателей. Мы, как иммигранты, привезли с собой свои вещи, а также выражение зла и плотской природы. И в истории нашей страны мы видим, как все это было побеждено силой Евангелия. Мы видели измененные жизни, мы показали всему миру, то, что люди, желающие подчиниться Богу и Его Писанию, могут породить свободу, а потом иметь успех, процветание и быть светом в этом мире. И это послание принадлежит Церкви, а не светской культуре. А если Церковь забывает или теряет голос, или выпускает из виду силу Евангелия, то мы лишаем свободы будущие поколения. Это очень важное послание. На минуточку окунемся в историю. Я знаю, что вы это очень любите. Итак, в 1782 году Конгресс Соединенных Штатов проголосовал за решение 1782 год. А кто-то помнит, что было немного ранее, в 76-м, была подписана Декларация о независимости, то есть 1782. Это еще самое начало. И в этом году Конгресс США проголосовал, я процитирую, Конгресс США рекомендует и одобряет использование Библии во всех школах. За 100 лет более 50% всех выпускников Гарварда были пасторами. Из истории мы видим, что Библия и христианская вера были основополагающими для нашей образовательной и судебной системы. Но примерно в 1947 году произошли радикальные изменения. Прежде всего в нашем Верховном Суде. Я сторонник Верховного Суда, но он отражение сердец и умов всего нашего народа. 1947 год. Тогда было принято решение игнорировать все прецеденты, к которым более 160 лет. Верховный Суд начал проводить разделительную черту между государством и церковью, начиная с государственных школ. Позже это привело к удалению молитв из школ. Это было в 1962 году. Я хочу рассказать вам о молитве, которая стала причиной этого запрета. «Всемогущий Бог мы признаем нашу зависимость от Себя. Мы молим о Твоих благословениях для нас, наших родителей, учителей и нашей страны». Ее посчитали пагубной и запретили молиться в школах. 1963 год. Верховный Суд решил, что чтение Библии в общеобразовательных школах считается незаконным и неконституционным. Суд предложил такое оправдание. Поскольку части Нового Завета написаны без объяснений, они могут нанести детям вред и психологическую травму. Так запретили чтение Библии. Хотя Библию часто цитировали основатели нашей страны, и они же внесли ее в систему образования и управления. В 1965 году Верховный Суд запретил ученикам и студентам в государственных школах опускаться на колени и вслух молиться за еду. В 1980-м, это уже не древняя история наше время, из всех школ были убраны выгравированные 10 заповедей. Верховный Суд заявил, если бы эти 10 копий имели хоть какой-то эффект, то он лишь в том, чтобы заставлять детей читать их. Но даже если бы они их читали, раздумывали и даже поступали на их основании, то это недопустимая цель. Конец цитаты. 170 миллионов христиан, и мы никак не отреагировали. Это недопустимая цель заставлять наших детей следовать моральным принципам 10 заповедей. Джеймс Мэдисон, основной автор Конституции США, сказал, «Мы ставим будущее нашей страны не на силу нашего правительства. Мы ставим будущее всех наших Конституций на способность каждого из нас вести себя в соответствии с моральными принципами 10 заповедей». У меня диплом историка. История — очень гибкая штука. ее переписывают, ее пересматривают, повторяют и вносят поправки. Нашим детям не рассказывают нашу историю. Меня это цепляет, потому что это мое наследие. А нам говорили, что наследие священно. Но каждый народ имеет право на свое наследие. И это неправильно с нашей стороны не допускать людей к их наследию. У нас наследие христианского народа. Я морально умолять и отрицать, и не признавать его. Оно может вам не нравиться, но это наше наследие. И сегодня мы просим Бога благословить Америку, Америку, но как он может благословить эту страну, которая так сильно отдалилась от него. Люди переписывали историю, чтобы убрать правду о христианских корнях. Это случилось, потому что мы отвлеклись на вещи, которые казались нам более важными, чем наша верность Евангелии. Такого бы не произошло, если бы мы выше ценили Евангелие. Но сегодня мы видим в наших школах и церквях на улицах. Невероятный рост насилия, и мы требуем от наших политиков решения. Но я не думаю, что решение зависит от политиков, оно от нас. Давайте подчинимся Господству Иисуса, обратив наши сердца к Нему. В послушании мы слишком долго думали, что политическая сила — это решение наших проблем. Это, кажется, проще, чем взять ответственность на себя. Корень зла не в цвете кожи, а в цвете наших сердец. Сила политического большинства, их бюджет, не могут восторжествовать над всемогущим Богом. Я считаю, что в Евангелии есть сила, и она доступна людям и странам, которые обратятся к Творцу всего в смирении и покаянии. Задание для нас с вами — открыть силу Евангелия, чтобы начать и запустить перемены в наших сердцах. Ответ не где-то далеко от нас. У нас представительская форма управления. Это означает, что люди, которые принимают решения, представляют состояние наших сердец. А это очень неудобная правда, уж поверьте мне. Но если мы хотим перемен, то они начинаются с сердец тех из нас, кто считают себя Божьими людьми, а не стыканье пальцами на кого-то другого. Что же нам делать? Я считаю, что хорошим началом будет молитва покаяния, революция. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом «Интерактивная Библия. Том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том «Интерактивной Библии» уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Это сильная истина, которая имеет потенциал, чтобы изменить человека изнутри и наружу. Наша вера не снаружи и внутрь. Ее суть не в дресс-коде, прическе или интенсивности вашего макияжа или в его отсутствии. Евангелие — это история о трансформации изнутри и наружу, и для этого нужна сила больше нашей. Дело не в соблюдении религии, а в нашем Творце и истине, которую Он открыл нам, чтобы наши жизни могли выражать Его силу для Его славы. Оставленные сами по себе, мы уничтожим себя. В этом вся история человечества. Внутри нас действует разрушительная сила. Иисус говорит нам об этом в Евангелии от Иоанна 10 главе. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И нам нужна сила Божия, чтобы победить эту разрушительную силу внутри нас. В этом хорошая новость Евангелия. Но с этой истиной приходит задание. Вы не можете иметь свободу Евангелия, пока не примете задание. Если вы отвергаете задание, то не удержите истину. Мы разделили свободу и ответственность, но вы не можете сохранить свободу, если не примете ответственность. Второе Коринфянам 5.20. Итак, мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим «примиритесь с Богом». Вот вам и задание. Мы кто? Послы Христа. Мы знаем, что посол это представитель одной страны, проживающей в другой стране. Мы представляем другое место. Мы с вами послы Царства Божьего. Как же сказано, что мы странники в этом мире, мы здесь чужие, мы паломники, которые просто проходят эту землю. Мы в мире, но не от мира. Мы представляем другое Царство, другую надежду. Есть фундаментальная разница между последователем Христа и тем, кто держится вдали от Царства Божьего. И она не в нескольких минутах, которые мы проводим по выходным в этом здании. Она в силе, которая действует внутри нас. Но, чтобы получить силу, нам нужно принять задание быть послами. Когда я общался с разными лидерами, если я получал задание, то к нему прилагалась и подотчетность. А я думаю, что всемогущий Бог это лучший известный нам лидер. И нам придется дать отчет за выполнение этого задания. Он спросит, как мы справились с ролью послов. Не сказано, что послы это только пасторы или евангелисты. Там сказано, если мы во Христе, то мы призваны быть послами. А в вашей жизни появляется достоинство. Теперь вы уже не неважный человек. Вы посол Всевышнего Бога. Это большая привилегия, чем быть послом любой другой страны в мире. Высший призвал нас быть его последователями. Если он потребует от нас отчет за это, то нам следует понимать, что ждет нас за невыполнение этого обязательства. Думаю, не поможет, если мы скажем, что справились бы лучше, если бы нам помогала жена. Очень важным становится метод. Думаю, лучшие методы мы можем найти в Писании. Дьяния апостолов — это история о близких друзьях и последователях Иисуса после того, как он ушел на небо. Мы видим, как они исполняли это задание. Я взял первые четыре главы и достал стих из каждой из них, чтобы показать, что они понимали важность задания быть послами. Может, это поможет и нам с вами? Деяние, первая глава. Иисус возвращается на небеса. Он пришел на Илеонскую гору со своими учениками и вознесся. Мы читаем это очень обыденно, но можете представить, как один из ваших друзей поднимается в небо. Они были в шоке и ничего не могли сказать. Никто, даже Петр, никто ничего не комментировал. Вы это видели? Никто ничего не говорил. Они стояли и смотрели вверх, пока Иисус не исчез за облаками. И вот два человека в сияющих одеждах говорят им, почему вы стоите и смотрите в небо? А они не отвечают. Эти люди говорят, этот же Иисус, вознесение которого вы видели, вернется так же, как и ушел. Аллилуйя. Когда я в Иерусалиме тухожу на Илеонскую гору, я планирую вскоре побывать там снова. Но когда я там, то всегда сразу же смотрю вверх. Может, уже пора, и я не хочу, чтобы меня застали врасплох. Сразу после вознесения Иисуса ученики решили заменить одного из них. Это был Иуда. Он предал Иисуса, и вот требование к его замене. Нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас все то время, начиная от крещения Иоанна и до того дня, когда Иисус был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем его воскресения. Так Иуду должен был заменить тот, кто был с ними от крещения Иисуса в Иордании до его вознесения. Почему? Нам нужен свидетель того, что мы видели. Такими были критерии. Деяния 2 глава это Пятидесятница, еврейский праздник. Дух Божий излился на группу верующих в Иерусалиме. Собирается большая толпа, и Петр объясняет всем историю об Иисусе. Это 2 глава 31 стих. Он, видя будущее, говорил о воскресении Христа, что он не был оставлен в мире мертвых, и его тело не увидело тления. И вот Бог воскресил Иисуса, и мы все этому свидетели. Это конец его проповеди. Он сказал, вы его убили, но Бог не позволил, чтобы его тело увидело тление. Он воскресил его, и мы свидетели этого факта. Для нас это не теория, и не то, что мы прочли где-то или увидели на Ютюбе. Мы очевидцы этого события. В 3 главе происходит исцеление. Петр и Иоанн арестованы. Они предстали перед тем же судом, что отвечало за казнь Иисуса, и вот их реакция. Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Это весьма полит некорректное заявление. Они стоят перед людьми, которые организовали казнь Иисуса и говорят, вы убили начальника жизни. Мы бы сказали это иначе. Мы бы сказали «Ваша честь, мы понимаем, что вы очень заняты, и у вас много обязанностей, вы рассматриваете много дел, и сложно рассмотреть все детали». Желая помочь людям, упустили одну важную деталь, но Бог по своей милости воскресил его, но они использовали другую тактику. Они сказали «Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его, и мы свидетели этого, вашего приговора, его погребения, и мы видели его живым». Я хочу задать вам один вопрос. Если вы хотите искоренить историю об Иисусе, а перед вами стоит Иисус нового поколения и говорит «Мы свидетели того, что произошло, у вас есть власть, и что бы вы сделали? Я бы убил свидетелей». Это лучший способ положить конец истории. Разве я не прав? Вы понимаете, какими смелыми были ученики? В чем сила их истории? Это не идея, и не то, что они где-то услышали. Они были очевидцами всего этого. Это их история. Та же группа, тот же сценарий, но уже на следующий день. В четвертой главе сказано, они опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Когда я читаю это, то вижу здесь иронию. Прошло более двух тысяч лет, но чиновники все еще запрещают нам упоминать имя Иисуса. Как же это иррационально. Он исчез из истории. Более двух тысячелетий назад, а его имя так и осталось камнем преткновения. За этим явно стоит духовная сила. Но Петр и Иоанн ответили им, посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали. Как они отреагировали на задание быть послами? Они сказали, мы свидетели, и мы будем рассказывать то, что мы видели и слышали, но как это касается нас с вами сегодня. Мы тоже видели, слышали и переживали силу Бога. Мы не были на Голгофе и не видели смерть Иисуса, и мы не видели пустую могилу в день воскресения. Мы пропустили излияние Святого Духа на Пятидесятницу, но мы свидетели силы Божьей. Мы переживали Его силу, и у нас есть свои истории о Боге. Мы были прощены. Наши разбитые сердца восстановлены. Мы видели сверхъестественное Божие вмешательство в нашу жизнь. Почему же это так важно? Посмотрите вместе со мной на откровение. 12-я глава. Там описана духовная война, и я хочу вставить в эту историю мои комментарии. Они, верующие, живущие на земле, победили его, сатану, кровью Агнца и словом своего свидетельства, и не возлюбили своей жизни даже до смерти. Как верующие победили сатану? Две составляющих кровь Агнца и слово их свидетельства. Они выполнили свое задание как послы. Важно понять, если мы не выполняем наши задания, то тем самым инициируем поражение в нашем поколении. Это не значит, что Божьи цели не будут исполнены. Но в нашем поколении эти цели станут меньше. Вопрос, какое наследие оставим мы после себя? Каким будет наше наследие? Люди перед нами заплатили огромную цену. Многим пожертвовали, чтобы Евангелие Иисуса Христа стало неотъемлемой частью нашего мира, и мы получили благословение от этого. А что скажут о нашем поколении, о 170 миллионах, которые называют себя последователями Христа? Я бы хотел, чтобы мы были эффективными послами. А в центре этого готовность рассказывать историю о Боге, которую знаем мы, свою историю. Я просил вас несколько недель назад подумать над тем, что вы можете рассказать о том, что Бог сделал в вашей жизни. Надеюсь, вы помните? Помните? Это было две недели назад. Я не прошу вас сфокусироваться на теологических аспектах, на исповедании веры или водном крещении. Я не говорю, что они не важны, но расскажите о том, в чем вы пережили Божью силу. Может, Он исцелил разбитое сердце или избавил от разрушительных отношений, ответил на нужду, принес надежду, когда вы были в отчаянии. Мы с вами можем рассказывать о том, что с нами сделал Бог. Мы были свидетелями и очевидцами этих вещей. Кто-то может сказать, «Я в это не верю». Вы не обязаны в это верить, но это моя история. Я одна из тех людей, которым кажется, что у них все на своих местах, и они все знают. Но, читая Библию, я была поражена тем, как много я еще не знаю, что я не могу быть уверена в том, что я уже знаю. Но если я обращусь к слову, то там я смогу найти все, что мне нужно, и я смогу обрести уверенность. У меня семилетняя дочь, и она задает очень много вопросов, поэтому приходится постоянно учиться. Я очень рада, что могу использовать Библию как прекрасный инструмент для обучения себя и моих детей. Скажу вам правду, если вы ищете что-то настоящее и что-то, что даст вам свежее дыхание в Боге, то вам не найти лучшего материала по изучению Библии. Это правда. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алланом «Интерактивная Библия том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее посланий. Это уникальное иллюстрированное пособие, наш подарок вам за поддержку служения Аллана Джексона. Закажите первый том «Интерактивной Библии уже сегодня», воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алланом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алланом Джексоном. Продолжение следует...